Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, 19 июня, Православная Церковь празднует память преподобного Варлаама Хутынского. Преподобный Варлаам жил в XII веке, был сыном знатного новгородца и свои детские годы провел в Новгороде. В юношеском возрасте, удалившись в подгородний Лисичий монастырь, преподобный Варлаам принял постриг. Затем он поселился на уединенном холме над Волховом в урочище, называвшемся Хутынь, в десяти верстах от Новгорода. В уединении преподобный Варлаам проводил суровую жизнь, совершая непрестанные молитвы и соблюдая очень строгий пост. Он ревностно подвязался в трудах, сам рубил лес, пилил дрова, пахал землю, исполняя слова священного писания, «Аще кто не хочет делать и ниже да яст». К нему собрались некоторые жители Новгорода, желавшие разделить с преподобным труды и подвиги. Паучая, приходивших к преподобным Варлаам, говорил, «Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите, воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост, берегитесь судить неправо, не клянитесь лживо, давши клятву, исполняйте ее, не предавайтесь телесным страстям, будьте всегда кротки и ко всему относитесь с любовью, сия добродетель – начало и корень всякого добра». Высоконравственная жизнь святого Варлаама скоро сделалась известной в стране, к нему стали приходить и князья, и бояре, и простые люди за советом и благословением. Многие просили позволения поселиться вместе с ним, как не любил уединение преподобный, но помня заповедь Господня о любви к ближним, по которой каждый прежде и более всего должен заботиться о пользе других, с готовностью и любовью принимал всех, кто к нему обращался. Его строгая нестяжательность, его любовь и снисходительность к раскающимся, кроткая и вместе с тем проникнутая сила искреннего чувства слова назидания, производила сильное впечатление на всех приходивших к нему. Каждый получал наставление применительно к своему положению. Богатым он внушал не забывать, что есть вечность с муками для праздных, и что многими скорбями покрыт путь в Царствие Небесное. Мирянам и всем вообще он внушал не воздавать злом за зло, не обижать друг друга, удаляться от всякой неправды и нечистоты и помнить о своих грехах. Вскоре была воздвигнута и церковь в честь преображения Господня и основан монастырь. Господь неспослал преподобному для служения ближним дар чудотворений и прозорливости. Когда дни его приближались к концу, по Божию изволению прибыл из Константинополя священноинок Антоний, сверстник и друг преподобного. Блаженный, обращаясь к нему, сказал, «Возлюбленный брат мой, Божие благоволение почивает над сей ее обителью. Ныне я передаю в твои руки сей монастырь. Блюди его и заботься о нем, я же отхожу к Царю Небесному. Но не смущайся этим, телом я покидаю вас, духом же всегда буду с вами». Преподав наставление своей братьи, заповедав хранить православную веру и постоянно пребывать в смирении, преподобный Варлаам приставился ко Господу в ноябре 1192 года. Всех, кто носит имя святого преподобного Варлаама, поздравляю с тезоименитством. Будьте здоровы и Богом хранимы! Субтитры создавал DimaTorzok